Заветные отношения Заветы заключали и так далее Но я хочу вам сегодня высветить Одну грань, которую вы могли Просто не заметить Потому что все, что происходит Между вами Оно вам известно Оно вам знакомо И вы всегда знакомое Перетягиваете в незнакомое Так мы устроены Если мы не знаем Как следовать Как сделать следующий шаг Что мы сделаем Мы вспоминаем Как мы делали предыдущий Не такие ли мы с вами У нас есть свой опыт Поэтому есть опыт завета Наш земной Между человека с человеком Но У многих нет опыта Завета С Богом И почему я назвал Сила заветных отношений Потому что в этой теме Я высвечиваю Отношения Завета Потому что завет Строится на отношениях Завет не может быть На одной лишь стороне Завет всегда с двумя сторонами Есть Две интересных фигуры Между ними завет И они идут вместе Правильно? Но когда один Когда один Как может быть завет? Как может быть завет с тобой И с тем Которого ты не видишь И не знаешь Прежде всего Поэтому Богу знаете Богу настолько Было сложно Достучаться О взаимно О Принципах завета Аврааму Что на примере Авраама Мы увидим Что Три главы Бог стучит В его сердце И стучит В его сознание О завете И так сложно Было Это достучаться Хотя Авраам Он был очень послушный Он один из тех Кто сказал Я не знаю Куда меня Бог ведет Но я пойду И оставляет Все И следует При этом не знает О взаимоотношениях С Богом Как таковых Бог что-то обещает А он В слепую идет И Бог это ему Вменяет в праведность Не через дела А через послушание Да Послушал Бог Авраама И Бог вменил ему Это в праведность И так Взаимоотношения И так Завет Что такое завет И почему Завет с Богом И Бога Завет с нами С юридической стороны Это вообще невозможно А знаете почему Потому что Завет И договор Он действует Между равноправными сторонами Аминь или не аминь Да У этого больше денег А у этого больше способностей Но есть какие-то Взаимные Взаимовыгодные стороны Поймите правильно Есть какое-то равноправие У одного Таланта У другого Инвестиции И они сошлись вместе И бизнес делают Понимаете Есть Как с Богом быть Кто ты Чтобы вступать С Богом В Завет Что у тебя есть Я скажу по-другому Чтобы предложить Богу Вот Бог Приходит на сделку И говорит Вот Я И этим все сказано И сейчас мы прочитаем Про Авраама Сделка с Авраамом Это очень интересный Уникальный момент Который Потом Поставит все на свои места И кто Мы Что у нас есть Да У нас есть Но я тебе скажу Оно испорчено В Адаме Оно уже загнилось То есть Даже то Что у тебя Что-то было О Мне дали землю Чтобы я Владычествовал Утратил ты Свою землю У меня Были цветы Волжсо и Терниен Что ты можешь Дать Богу На каких Условиях Ты приходишь На этот Договор Какая твоя Сторона Бог Приходит К Аврааму И что-то Ему Предлагает 12 глава 1 стих У меня В скобочках Написано Пояснение Новый русский Перевод Призвание Авраама И благословение Через это Всех народов Смотри 1 стих Господь Сказал Аврааму Оставь Свою Страну Свой Народ И отцовский Дом И иди В землю Которую Я укажу Тебе Кто что Предлагал Никто Ничего Не предлагал У Авраама Он не был Еще Авраамом У Авраама Неудобно Произносить 20 лет Авраам 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 У Авраама Что-то было? Было Бог приходит И говорит ему Условия Притом С ним не советуется Знаете почему? Потому что То что у него Было Оно не было Благословением То что у него Было Было Но это не то Что Богу Нужно было Потому что Богу нужно было Что-то умножить А чтобы что-то умножать Оно должно Подчиниться Воле Божьей А подчиняется Воле Божьей Только то Что Его А то что Авраама Оно его Оно подчинялось Только ему И больше У Авраама Ничего Не было Оставь То есть Отлепись Отделись Чтобы Идти Нужно Что-то Оставить Чтобы Куда-то Войти Бог Сильная Сторона Завета Человек Слабая Если не сказать Больше Вообще Никакая Утратил Утратил Все Но Бог Сильная Сторона Завета Помните Иеремия 20 глава Ты влек Меня И я Увлечен Ты сильнее Меня И превозмог Помните Да Вот это Вот есть Борьба Но борьба Кого С кем С кем Яков Боролся С Богом То есть Всегда Всегда Сильнейшая Сторона Побеждает И всегда Сильнейшая Сторона Влечет Смотрите И так Как Бог Сильная Сторона Он Предлагает Завет И все Условия На его Все Все Пункты На его Условиях И теперь Смотрите Он говорит Авраам Оставь И иди И теперь Смотри Я произведу От тебя Великий народ И Благословлю Тебя Можно сказать То что ты Имел Это не Благословение Хотя У него Было Что Что он Имел Но В глазах Бога Это еще Не было Благословением Хотя В глазах Человека Мое Мне Для Меня Мое Мне Для Меня Понимаете И вот Смотрите Он Он Предлагает Больше Он Говорит Я Благословлю Тебя Я Возвеличу Твое Имя И Ты Будешь Благословением Вот Есть Благословение Завета Вот Одно Лишь Послушание Оставить И войти Оно Дает Тебе Возвеличенное Имя Другое Имя Не Ты Себя Возвеличил Бог Тебя Возвеличивает Бог Он Дает Своё Имя Тебе И Он Дает Тебе То Что Необходимо Для того Чтобы Через Тебя Было Благословение Смотрите Мы Часто Просим Для Себя У Каждого Есть Какие Нужды Мелкие Крупные Ну Есть Нужды И Мы Просим Бог Дай И С неба Что-то Приходит И Мы Получили Аллилуйя У Меня Есть Что-то Но Этого Ну Как бы Достаточно Чтобы Накрыться От Дождя Но Недостаточно Чтобы Всю Семью Накрыть Вот Понимаете То есть Надо Что-то Где Тут У нас Что-то Есть Надо Что-то Побольше Понимаете Чтобы Накрыть Уже Так Ух Всю Семью И Соседей То есть Понимаете Бог Дает С избытком Это Его Условия Идем Дальше Я Благословлю Тех Кто Благословляет Тебя И Проклянуть Того Кто Проклинает Тебя Что Это Это Защита Это Защита Ты Вообще Даже Не Думай О том Чтобы Защищаться Потому Что Я Благословлю Благословляющих И Я Прокляну Проклинающих Понимаете Это Защита А что У Авраама Было Ну Какие-то Там Слуги Были Мог Защищаться Мог Но Не От Всего Мира Бог Хотел Всех Благословить Через Него Теперь Идем Дальше И Через Тебя Получат Благословение Все Народы На Земле Вот Такой Наш Бог Чтобы Вся Земля Она Была В Благословении Через Авраама Потому Что Бог Его Позвал Сильная Сторона Завета Предлагает Завет Тому Кто Вообще Ничего Не Может Предложить Человеку Человек Ноль Минус Даже И Бог Выступает И Предлагает Благословение Имя Защиту Он Все Предлагает На одном Условии Послушай Меня Одно Лишь Условие Маленькое Такое Условие Послушание Потому Что Отдать Ты Ничего Мне Не Даш Он Говорит Все Мое Все Все Что Видишь Вся Земля Все Звери Все Мое Господня Земля Что Наполняет Ее Ты Не Можешь Ничего Дать И Бог Начинает Работать С Авраамом Чтобы Показать Принцип Завета И Смотрите Дальше 15 Глава С Первого Стиха Как Мы Идем По Первым Стихам После Этого Господь Обратился К Аврааму В Витении После Чего Кто Помнит После Того Как Он Повстречался С Мелхиседеком Со Священником После Того Как Он Повстречался С Царем Содомским Которому Он Помог Ситуация Так Лот Попал В плен Четыре Царя Захватили Содом Гамору Лота Увели В плен И Авраам Бежит Со своим Войском Настигают Отбирают Освобождают Лота И он Встречается Авраам Встречается С Мелхиседеком Со Священником И он Отделяет Ему Десятую Часть Можно Сказать Десятину Некоторые Спрашивают А Десятина Новый Завет Или Ветхий Завет И вообще Проклятия Работают Малахи Потому что Вот проклятием Проклято Если мы Не отделяем Десятину Какие вопросы Вообще Человек Еще до Закона Моисея Встретил Священника Тот Ему Предложил Что-то Они Пообщались И эти Отношения Что-то Родили Поэтому Десятина Это больше Не закон Десятина Это больше Отношение Отношение Завета А будут ли На мне Проклятия Если я Не заплачу Десятину Если ты В это Веришь То будут Нет Пойми меня Трезво Правильно Если ты Веришь В это Дьявол Пользуется Теми Дверями Которые Ты для него Открываешь Но если Ты Говоришь Кровь Иисуса Христа И завет Крови Иисуса Христа Покрыл Все То Твое Неплачение Неуплата Десятины Не приносит Проклятия В твою жизнь Не забирает Спасения Не забирает Благословения Есть отношения Которые Выше Закона А не Больше Закона Потому что Есть заветные Отношения И у Авраама С Богом Были Свои Заветные Отношения Еще до Закона Ты понимаешь Потому что Некоторые Кто с зоны Пришел Убил Там Десять Человек И покаялся В церковь Его значит Кровь Христа Омыла А тот Кто воскресенье Десятину Не принес Тот Ходит Под проклятием Кровь Иисуса Выше Когда Иисус Взял Чашу Он говорит Вот Кровь Завета И я верю В кровь Завета Иисуса Христа Которая Выше Потому что Мы не можем Себя спасти Иисус Может Мы не можем Себя Осветить Иисус Может Но это так Отступление От темы Для тех Кто вопросы На сайтах Задает Десятина Это завет Это отношение Открыто тебе Плати Не открыто Ты не осужден Потому что За тебя Умер Иисус А если ты Почитай Кремлянам Игалатам Все очень просто Если ты Отходишь От Христа И начинаешь Хоть один Закон Исполнять Ты становишься Под проклятием Закона Автоматически Почитай Кремлянам Игалатам Смотри После этого Господь Обратился К Аврааму У них были Взаимоотношения Они общались Друг с другом Бог обратился К Аврааму Первый раз После встречи Со священником Бога Всевышнего Бог Обращается Второй раз К Аврааму И что-то Предлагает Знаете Почему Потому что У Авраама Сердце Было Направлено К Богу И даже Царь Содомский Говорит Слушай Ты помог Нам всех Освободить Давай людей Моих Я заберу Обратно в Содоме Гоморру А Это там Золото Серебро Богатство Все что Те цари Забрали И ты сейчас Отобрал Оставь себе Прикинь Аврааму Предлагают Просто Оставить себе То что он Завоевал И это Нормальные Условия Любой Нормальный Здравый Человек Скажет Конечно Я же гнался За четырьмя царями Я мог и умереть Но я догнал Я завоевал Я освободил И племянника И даже Людей Других Поэтому Все что ты мне Предлагаешь По сути Заработано Это нормально Помните что Авраам сказал Я даже шнурка Не возьму Я даже нитки Не возьму Даже шнурка Не возьму Чтобы не сказал Ты потом Когда-то Что моя Мое золото Тебя обогатило Аврааму Не нужно Ничего чужого Авраам Настолько Знаете Вот Понадеялся Доверился Богу Что он Даже Не взял От царя Ему Принадлежащее Он только Сказал Бог если Хочет Он меня Обогатит Вот отношения И теперь Смотри И после этого Всего Написано Да После этого Господь Обратился К Аврааму В видении И говорит Не бойся Авраам Я Твой щит Награда Твоя Будет велика Но Авраам Сказал О владыка Господь Что ты можешь Мне дать После этого Бог ему Говорит А вот это Вот мышление Говорит Что ты можешь Мне дать Если я Остаюсь Бездетным И мое Имущество Унаследует Елизер Из Дамаска Авраам Добавил Ты не дал Мне Детей И слуга Моего дома Станет Моим Наследником В ответ Было Ему Слово Господа Он Не станет Твоим Наследником От земли Когда Авраам Поверил Господу И он Вменил ему Это в праведность Еще он Сказал ему Я Господь Вроде он До этого Не говорил Говорил Бог Аврааму Говорил Постоянно Я Господь А потом И еще Рассказал ему Забить Я Господь Который Вывел Тебя Из Зура Халдейского Чтобы Дать Тебе Во владение Эту землю Вывел Для чего Чтобы Дать Для чего Бог Вытягивает Нас Иногда Из наших Уютных Укромных Насиженных Мест Для чего Выводит Чтобы Дать Потому что У него Всегда Больше Ты Меришь Своими Мерками Но У Бога Всегда Больше Потому что Не только Для тебя Но и Для тех Кто рядом Понимаешь Почему Бог дает Больше С избытком Павел Четко Сказал Для того Чтобы Мы могли Уделить Тому Кто Сейчас Нуждается Потому что Если у тебя Сейчас Избыток Пусть он Покроет Недостаток Того У которого Нет Потому что Когда у него Будет Больше Он В свою Покроет Недостаток Другого И таким Образом Недостатки Будут Покрыты И это Отношение Завета У меня Ничего Нет Бог Что ты Дашь Мне А Бог Говорит Я Бог Я Даю Тебе Все Необходимо Я Твой Щит Я Твоя Награда Я Твое Обеспечение Это Заветное Отношение Но чаще Всего С Богом Они Односторонние Потому что Тебе Нечего Предложить У него Все Есть Ты Что-то Имеешь Имеешь Да Но оно Заканчивается За полчаса Проповеди Оно Закончится Ну Знаете Что Делает Завет Завет Имеет Больше Завет Всегда Имеет Больше Потому что Бог Больше И Бог Для того Чтобы Наполнять То что У тебя Заканчивается Если Он Один Раз Тебе Добавил Значит Он Может Еще Добавить Потому что У него Не Истекает О Я Даже Воздуха Здесь Не вижу Здесь Все Заполнено Даже Номер Один Написан Потому что В Завете Он Всегда Номер Один А ты Номер Два Но Если Ты Становишься Номером Один Твои Силы Твои Знания Твои Все Твое Оно Закончится Но Приходит Номер Один На Первое Место И Тогда Все Кто Подходят К тебе Они Подходят К нему Все Кто Хочет Ударить Тебя Они Подходят К нему И Этот Первый Говорит Тебе Не Бойся Я Твой Шит Ого А я Не Не Боюсь Я Так Себе Гуляю Здесь Бог Твой Щит Не Бойся Идем Дальше 18 стих Это же 15 Главы В тот День Бог Его Очень Очень Готовил К сделке И Вот В этот День Я Думаю В конец Этого Дня Уже Под вечер Уже Авраам Насмотревшийся Насчитавшийся Рано Утром На звезды И Когда Рассвет Настал Насчитавшийся Песчинок Морских И Вот К вечеру В 17 Стихе Когда Солнце Село Господь Заключил Завет Савраам И Сказал Я Отдаю Твоему Семени Эту Землю Уже Раз в Третьей Наверное Говорил От Египетской Реки До Реки Такой И Он Перечисляет Границы Земли Обетованной 17 Глава Опять С 1 Стиха 12 15 15 17 1 Стих Когда Аврааму было 99 лет В то время бежит Господь Явился ему И сказал Я Бог Всемогущий Ходи Передо Мною Будь Непорочен Какие условия У Бога Ходить Перед Ним Держать Сердце Своё Чистым Все Очень Просто Вот Условия Завета У тебя Ему Что-то Есть Дать Нечего Ты Хочешь Иметь От Него Хочешь То Есть Отсюда Должно Быть Наполнено Сюда Но есть Условия Если я Сейчас Откручу И вот Этот Стаканчик Он пойдет Себе Гулять Своими Полями Лесами И он Захочет Тебе Что-то Дать И оно Прольется На землю Поэтому Есть Одно Условие Ходи Сюда Ходи Передо Мной Да Возле Ходи Передо Мною Чтобы Когда У тебя Закончится То Что Я Тебе Давал Я Мог Тебя Благословить Еще Но Если Ты Где-то Далеко Это Твои Проблемы Вот Что Значит Завет Это Отношение Прежде Всего Помните Мартин Лютер Интересную Вещь Сказал Для Духовного Контракт Не Нужен А Душевный Его Все равно Не Сможет Исполнить Потому Что Духовно Он Всегда Притягивается Знаете Почему С большими Кораблями Маленький Не может Рядом Плыть Им Запрещено Потому Что Там Такое Водоизмещение Что Что Его Сразу Притянет И Под Корабль Поэтому Есть Принципы Ты Должен Знать Эти Принципы И Бог Тремя Главами Открывает Аврааму Эти Принципы Он Говорит Ходи Передо Мною Будь Непорочен Я Заключу Мой Завет Между Мной И Тобой И Дам Тебе Многочисленное Потомство Авраам Наполнится Что Это Поклонение Во-первых Послушание Ходи Передо Мной Будь Рядом Это Отношение Да Будь Чистым Потому Что Я Налью Чистую Воду В Грязный Стакан И Вода Будет Грязной Ходи Будь Чистым И Поклонение И Бог Сказал Ему С Моей Стороны Вот Мой Завет С тобой Ты Будешь Отцом Многих Народов Ты Больше Не Будешь Называться Авраам Твое Имя Будет Авраам Потому Что Я Сделал Тебя Отцом Множества Народов Интересный Завет Когда Бог Говорит С Моей Стороны Потому Что Это Можно Сказать Односторонний Завет Потому Что Ты Ничего Не можешь Дать Богу Кроме Быть Рядом Когда Бог Просит Кроме Быть Чистым Когда Он Наливает Тебя Наполняет Тебя Кроме Поклонения Только Ему И Первая Заповедь Она Потом Вышла Из этих Всех Отношений Ты Понимаешь Все Чередуется Во-первых Отношения С Богом А потом Моисей Записывает Только Богу Одному Поклоняйся Ему Одному Служи И Бог Говорит Я Гарантия Завета Потому Что Я Сильная Сторона И Я Отвечаю За Качество Этого Завета И С моей Стороны Ничего Не Изменяется Потому Что Иисус Вчера Сегодня Вовеки Тот же Так же Сам Дух Святой Точно Так же Отец Вчера Сегодня Вовеки Тот же Поэтому Кто Может Измениться В Завете Только Слабая Сторона Только Человек Но Бог Верен Понимаете Мы Дойдем До Этого Смотрите Смотрите Бог Обращается К Моисею Есть Проблема Израиль В рабстве Есть Проблема Ее Нужно Решить Бог Опять Кого Ищет Человека Бог Что Слабый Может Не может Справиться С теми Солдатами Фараоном Не может Справиться Справиться Но Он Ищет Послушного Человека Он Находит Одного Кроткого Человека Моисея Но Еще Как Авраам Непонятно Что Имеющего За Своими Плечами И Опять Начинается Та же Самая Песня Заново Читаем Исход Шестая Глава С первого Стиха Все очень Интересно Сегодня Смотрите Тогда Господь Сказал Моисею Теперь Ты Увидишь Что Я Сделаю С фараоном Кто Сделает Бог Моисей Что-то Делает Бог Делает Смотрите Под Моей Могучей Рукой Он Отпустит Их Под Чьей Рукой Под Рукой Бога Фараон Отпустит Под Моей Рук Могучей Рукой Он Даже Прогонит Их Из Своей Страны Второй Стих Бог Сказал Моисею Я Господь Как Аврааму Помните Несколько Раз Говорит Я Господь Что 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 Тебе Не хватает Я Господь Как 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 Зовут Твоих Врагов Я Господь И Бог Говорит Это Общение Моисея С Богом И Бога С Моисеем Где Богу Приходится Доказывать Кто Из них Сильный И Кто Из них Что Будет Делать Он Говорит Я Являлся Аврааму Исааку Иакову Как Бог Всемогущий Но Под Именем Господь Они Меня Не Знали Я Заключил С Ними Завет Чтобы Дать Им Землю Хана Где Они Жили Как Чужеземцы Теперь Я Услышал Стон Израильтян Которые Которые Египтяне Сделали Своими Рабами И Вспомнил Об этом Завете Итак Скажи Израильтянам Я Господь И Я Выведу Вас Из Под Египетского Гнета Я Освобожу Вас Из Рабства И Спасу Вас Простертой Рукой Великими Судами Все Это Обещает Господь Сделать Не Моисей Иди Тренируйся В Тренажерку Через Полгода Сдашь На КМС А потом Мастер Спорта А потом Иди С фаронов Будешь Сражаться И Если Мало Еще Полгода Твою Программку Подработаем Мало Ты Там Протеина Пил Надо Тебя Подкачать Чтобы Ты Встретился С ним А Бог По-другому Понимаете Бог По-другому Он Говорит Я Господь Я Заключил С ними Завет И Я Помню Его И Смотрите Седьмой Стих Я Сделаю Вас Своим Народом И Буду Вашим Богом Вот вам Отношение Завета Бог Сам Предлагает Это не то Что они Бегают Бегают Ищут Бог Сам Выходит Навстречу И Ищет Помните Да Где написано В Пророках Что Бог Ищет Его Взгляд На землю Ищет Чьи сердца Вполне Преданы Ему И Бог Ищет Этих Людей Для чего Чтобы Предложить Свою Сторону Завета Чтобы Твое Послушание Могло Проявить Бога На этой земле Смотри Я сделаю Вас Своим Народом И буду Вашим Богом Тогда Вы узнаете Что я Господь Ваш Бог Который Вывел Вас Из-под Египетского Гнета Я Приведу Вас В землю Которую Клялся С Поднятой Рукой Вау Бог Клялся С поднятой Рукой Говорит Только Правду И ничего Кроме Правды Разве Бог Может Соврать Если Он Даже Руку Поднял Чтобы Поклялся На Библии Которую Клялся С поднятой Рукой Отдать Аврааму Исааку Якову И он Говорит Я Отдам Ее Вам Во Владение Точка И дальше Опять Наша Известная Фраза Я Господь Класс Но Девятый Стих Показывает Реакцию Людей Общение Моисея С Богом Понятно А вот Как народ Отреагировал Непонятно Итак Моисей Вдохновленный Передал Это Израильтянам Но Они Не Послушали Его Потому Что Их Дух Был Сломлен Жестокой Неволей Что-то Внутри Сломилось За 430 лет Что-то Внутри Надломилось Знаете Почему? Потому Что Они Утратили За это Время Общение С Богом Все Что Они Видели Это Вот Это Плетки Со Всех Сторон Рабство Они Видели И Они Забыли Про Великого Бога И Когда Моисей С Богом Общался Бог Его Вдохновлял Говоря Я Господь Я Господь И тот Завет Который Я С Авраамом Заключил Я Его Помню Поэтому Я Тебе Говорю Ты Выведешь И Я Буду Вашим Богом Вы Будете Моим Народом Все Это Восстановится Моисея Нормальное Мышление Стало На Свои Места Потому Вспомнили Это Рабство И Это Рабство Привело Их В тупик Что они Перестали Слышать Они Услышали Что Моисей Сказал Услышали Но Они Не Поверили Потому Что они Ушами Слышат Но Не Слышат Знаете Почему Потому Что они Отдалились От Бога Они Уклонились От Бога Знаете Это место Интересное Где Павел Писал Про Мужа И Жену 1 1 Коринфянам 7 глава Не Уклоняйтесь Друг от друга Чтобы Не Искушал Вас Сатана А давайте Откроем Отношения Мужа И жены Это тоже Заветное Отношение И Павел Давайте Очень Хорошее Место Почему бы И нет Потому Что Если Этот Народ Удалился От Бога И Кто То Пришел И И Искусил Потому Что Ева Была Искушаема Дьяволом Дьявол Пришел Через Змея Начал Говорить И она Услышала И она Уклонилась От Бога Начала Общаться Отвечать На вопросы Какой-то Диалог Завязался Помните Диалог Иисуса С Дьяволом Отойди От Меня Сатана Вот и Весь Диалог У Евы Не Была Вот Этой Решительности И она Глаза С Бога Уводит И начинает Диалог С Дьяволом Она Уклонилась От Бога Смотрите Интересное Место Да Нашел Первое Коринфянам Седьмая Глава Ну о Браке Вы же Знаете Семейная Тема Была У нас На Школе Мы Мы Добавили Двенадцатую Тему Семья Семейные Отношения Я просто Прочитаю Вот В современном Переводе Чтобы Многим Было Понятно Потому Что Ну Как-то До сих Пор Мы Встречаемся С людьми На Энкаунтер Которые Приезжают Они Были В разных Динаминациях Баптист Пятидесятники И Многие Из них Тоже Были Научены Что Интимная Близость Между Мужем Женой Они Должны Быть Только Тогда Когда Они Хотят Детей То есть Плодиться Размножаться И все То есть Все остальные Отношения Это Не от Бога То есть И Нет у них Отношений Это Очень Сложно Да Люди Страдают Просто Не знают Куда Потом Гормоны Девать Давайте Почитаем Что Павел Писал О браке Вы Писали Мне Первый Стих Нет С Четвертого Давайте С первого Давайте Мы просто Сначала Немножко Прочитаем У меня Написано О браке О завете Вы Писали Мне Что Хорошо Если Мужчина Не Прикасается К Женщине И Дальше Но Ведь В этом Мире Столько Разврата А Значит Лучше Чтобы Каждый Мужчина Имел Свою Жену И Каждая Женщина Имела Своего Мужа То есть Все Очень Просто В этом Мире Много Отвлекающих Моментов Разврата Так же Самое Как и Египет Он По своему Уклонил Израиль Понимаете До этого Они ходили Нормально Авраам Очень четко Ввел Куда надо Ити И кому Поклоняться Но потом Они попадают В рабство И эта Культура Она их Увлекла Поэтому Культура В которой Мы живем Сегодня В ней Много Разврата Поэтому Чтобы Чтобы Не было Искушений Нужно Жениться Либо Выходить Замуж Третий Стих Муж Должен Выполнять Свои Супружеские Обязанности Вот вам Заветные Отношения По отношению К жене И жена По отношению К мужу Тело Жены Принадлежит Не ей Самой Но Мужу Вот вам Тоже Заветные Отношения Также И тело Мужа Принадлежит Не ему Самому Но Его Жене Вот вам Тоже Заветные Отношения Помните Отец Говорил Старшему Сыну Тот Который Говорил Я Трудился На поле Я Служил Тебе День И ночь Я Я Я Я А ты Мне Даже Козленка Не дал Что Отец Сказал Давным Давно Да Все Мое Твое Почему Ты Не брал То есть Это Есть Нормальные Семейные Отношения Когда Сын Приходит Домой Открывает Холодильник Берет Колбаску И режет Ее Они с голода Умирают А потом Говорит Ты Мне Не дал Колбасы Так Зайди Возьми Чего Ты Ходишь Вокруг Холодильника И не Открываешь Его Все Очень Просто Есть Отношения Я Не Принадлежу Тебе Ты Не Принадлежишь Себе Я Не Принадлежу Себе И Вот Эти Взаимоотношения Вместе Все Мы Вместе Мы Вместе Пятый Стих Не Избегайте Близости Друг С Другом Тут Именно Про Интимную Близость Говорится Мы Не Дети Мы Должны Понимать Это Не Избегайте Близости Друг С Другом Разве Что На Короткий Период Договорившись Это Время Посвятить Молитве Но После Этого Будьте Опять Друг С Другом Чтобы Не Скушал Чтобы Сатана Не Скушал Вас Невоздержанием Не Избегайте Близости Только На Короткий Период Будьте Опять Друг С Другом Почему Чтобы Не Было Искушений Все Очень Просто У Бога Все Расписано Очень Просто Отношения Мужа И Жены Как Христос Возлюбил Церковь Возлюбить Мужья Жен Своих Все Эти Понятные Вещи Он Говорит Отношения С Богом Точно Такие Же В этом Мире Много Разврата В этом Мире Другая Культура Есть Культура Царства Божьего И когда Ты в Царстве Божьем И молишься И постись И общайся И есть У тебя Взаимоотношения С Богом Тебя Не будет Сатана Искушать Он Туда Не Доберется Но Если Ты Не на Короткое Время А на Длинное Время Для Израиля Это было 430 лет Они Уклонились Друг от Друга Не на Маленький Период Помолиться А на Большой Период 430 лет И у них Совершенно Другое Мышление И потом Что Получилось Моисей Все-таки Вывел Их Но Египет Остался Внутри Египет Вспоминал Тот Лук Ту Цебулю Тот Чеснок Египет Не вышел Из них И они Знаете Что Они Не вошли В землю Обетованную Они Роптали Потому Что 430 лет Они Сделали Своё Они Сделали Своё Отношение С Богом Это Завет Это Завет И Бог В этой Стороне Он Всегда Остается Верен Со Своей Стороны Давайте Откроем 1 Коринфянам 1.8 1.9 1 Коринфянам 1.9 Верен Бог Скажи Верен Бог Бог Верный Помните Да Где-то В Салмах Написано Что Бог Верен Всякий Человек Жив Бог Верный Бог Верный Классно Верен Бог Призвавший Вас Быть В общении С Его Сыном Иисусом Христом Нашим Господом Наш Бог Верный И знаете Что Он Сделал Призвал Позвал Что Такой Его Завет Когда Он Зовет Он Зовет Это Привилегия Быть Позван Им Это Не Ты Ищешь Он Тебя Искал Но Когда Он Зовет Твоя Реакция Какая Хочешь Ли Ты Опять Удаленно Ходить Своими Путями Потому Что Тишина 400 лет Это Очень Роковая Тишина Последний Раз Бог Говорил В Ветхом Завете Через Пророка Малахию 400 лет Тишины Приходит Иоанн Креститель Глаз Голос Кричащий В пустыне Приготовьте Путь Господу Господь Идет Вот Уже За мной Господь Идет Он Готовил Путь Господь Приходит И Что Он Видит Он Видит Людей Блуждающих Как Овцы Они Просто Каждый Совратился На свою Дорогу Они Хаотически Бегут Они Не знают Вообще Куда Ити 400 лет Сделали Свою Работу И потом Приходилось Очень Сложно Опять Им Показывать Опять Их К Богу Привлекать Опять В общении С Богом Это Очень Важно Поэтому Иисус Он Заключает Завет Он Обновляет Он Заключает Завет Со всеми Через Свою Кровь Он Отец Выступал Говорил Я Господь Да Теперь Иисус Держит Чашу Помните Да Матфея 26 28 Он Держит Чашу Говорит Это Моя Кровь Завета Проливаемая За Многих Людей Для Прощения Грехов Луки 22 20 Так же Взял И чашу После Ужина И сказал Это Чаша Новый Завет Скрепленный Моей Кровью Кто Ты Человек Что Ты Можешь Ждать Чем Ты Можешь Скрепить Завет Да Ничем Все Что Ты Можешь Ждать Это Твое Послушание И чистота Как Стеклышко Да Прозрачный Как Стеклышко И поклонение Быть рядом И поклоняться Ему Иисус Говорит Моя Кровь Отмыла Тебя Отчистила Тебя Потому что Она пролилась За прощение Для прощения Грехов И 2 Коринфянам 3 6 Он Наделил Нас Способностью Быть Служителями Нового Завета Вот Теперь Смотри Есть Завет В крови Иисуса Христа А мы Являемся Не просто Участниками Завета Мы Слуги Мы Служители Этого Завета Через Кровь Иисуса Христа Мы не просто Омыты Его Кровью И наши Грехи Прощены У нас Еще Есть Больше Потому что Он Нас Позвал Для того Чтобы Нас Не просто Мыть Осветить И все Мы такие Святые Сидим На диванчике Он Дал нам Способность Быть Служителями Нового Завета И данный Завет Это Неписанный Закон Помните Да Был писанный Закон Написанный Закон Он Говорит Нет Но оно Духа Ведь Буква Убивает А Дух Дает Жизнь Хочешь Иметь Жизнь Имея Общение С Духом Святым Только Дух Святой Наполнит Тебя Даст Тебе Жизнь Аминь Давайте Встанем Давайте Начнем Поклоняться Давайте Восстанавливать Отношения Завета Потому что Бог Верен Он Себя Не может Отречься Он Клялся Аврааму Он Говорил Я Господь И я Вот Завет С тобой Все Что мы Можем Дать Это Наше Смиренное Сердце Наше Сокрушенное Сердце Чтобы Он Наполнил Нас Как Свой Сосуд Чтобы Его Жизнь Могла Течь В Нас Мы Должны Быть С Ним Мы Должны Иметь Общение С Ним Это Взаимоотношения С Ним Быть В Его Присутствии Быть В Этой Тайной Комнате Где Никто Нас Не Тревожит Никто Не Отвлекает Только Он И Ты Быть Быть Вместе Это Самое Ценное Время Чтобы Этот Мир Нас Не Увлек Чтобы Этот Мир Нас Не Искушал Ничем Мы Не Должны Уклоняться Друг От Друга Мы Не Должны Уклоняться От Бога Потому Что Мы С Ним Потому Что Он В Нас Мы В Нем Он Верен Он Верен Он Прощает Тебя Он Восстанавливает Тебя Это Большая Привилегия Быть Позванным Им Прийти К Нему Это Большая Привилегия Быть Участником Завета С Ним Где Он Сильная Сторона Завета Где Он Покрывает Собой Где Он Говорит В твоей Тени Ты Будешь Безопасен Моя Тень Покроет Тебя Мои Крылья Покроют Тебя Покроет 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 тебя я родил тебя ты мой эта сторона завета это отношение завета это сила заветных отношений которая входит в нашу жизнь и мы держимся за неё мы держимся за неё как яков говорит не отпущу делай что хочешь я не отпущу тебя я не отпущу тебя я не отпущу тебя потому что это самое ценное время быть с тобой знать тебя поклоняться тебе это самое ценное время и пусть никто не будет воровать его у меня никто не украдет никто не будет искушать потому что буду дорожить отношениями совета отношениями любви отношениями завета сша отец поднимай поднимай в церкви твоей поднимая бумаг детей твоих разумение и понимание осознание великой силы и совета с тобой крови твоей силы отношений притяжение отношений притяжение знать твое сердце как мы познаны знать тебя как ты познал нас господь веди на глубину твою веди на глубину отношений с тобой пусть те кто хотят еще оставаться на поверхности господь пусть их просто разум приходит правильное понимание пусть те кто заблудили кого еще совращает этот мир увлекает этот мир просто пусть глаза откроются на реальность на реальность отношений в завете завет который мы заключали с тобой а ты заключил с нами господь пусть приходит понимание пусть приходит разумением пусть приходит ответственность пусть приходит правильное отношение с тобой пусть уйдет всякая беспечность всякое недопонимание всякая безответственность все что мешало глубоким глубоким настоящим отношениям с тобой потому что ты влечешь ты зовешь ты говоришь ты показываешь ты являешь силу и славу твою ты реальные отношения имеешь и хочешь иметь пусть теми кто увлечены по-настоящему только тобою и чем-то в этом мире и чем-то что пытается увлечь совратить увезти от тебя но тобой бог тобой по-настоящему господь пусть приходит твои благословения через это пусть по-настоящему поднимается твоя церковь твоя невеста которая влюблена в тебя который увлечена тобою которая отдает себя полностью тебе как обещала когда принимала завет с тобою бог во имя иисуса христа а а а а а а